Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Помогите разобраться в ситуации, посмотреть на него со стороны и возможно дать совет, но советов психологи не дают. Предошло расставание с мужчиной. Это травма психологическая, вам ее нужно прожить, потому что чувства и переживания ваши, если их не прожить, они останутся и будут влиять на дальнейшую модель вашего поведения. Кроме того, необходимо увидеть то, какие элементы вашего поведения привели к расставанию вашего. Встречались полгода. Очень романтичные и теплые отношения без ссоры и выяснения. То есть вы делаете акцент на ссорах и выяснениях, вероятно обозначает, что такой опыт у вас был. Если так, нужно опять же увидеть ваш вклад в них. Что касается романтичности и теплоты отношений, это, конечно, хорошо, но насколько это были отношения разносторонние, где вы могли проявляться полноценно? Разносторонние. С ухаживаниями и свиданиями. Такие отношения я называю высокоформализованными, где присутствует взаимодействие гендеров, но не присутствует взаимодействие личности. Хотел бы, хотел бы, чтобы вы правильно меня поняли. Речь идёт не о том, что ухаживание и свидание это плохо. Речь идёт о том, что помимо ухаживания и свиданий, всё-таки нужно, чтобы было личностное общение. То есть общение двух людей, а не только мужчины и женщины. Если взаимодействие происходит только между мужчиной и женщиной, то получается, как правило, то, что вы описываете. Мужчина очень быстро признался в любви и говорил эти слова очень часто, а даже выглядело наручно, что говорит о его страсте. О его страсте или, как минимум, об некой идеализации сверхзначенности отношений. Это уже, в принципе, могло бы настораживать. Я с самого начала взаимоотношений проговаривал, что важнее всего честно друг с другом. Вот смотрите. Когда человек проговаривает, что важнее всего честно друг с другом, он в первую очередь боится обмана. Если вы боитесь обмана, значит у вас есть проблемы с доверием. В первую очередь с доверием самой себе. Дело в том, что люди все честность понимают по-своему. Нанимаются прямо от человека той честности, которая доступна вам. Что не нужно говорить то, чего не чувствуешь. А это родительская позиция. Желание контролировать поведение партнёра. Если у кого-то произойдет чувство, сказать и не тратит время, мужчина раздал от точки зрения. Да. Только для вас теперь уже эта цель по всему имеет большее значение. Негативный прошлый опыт. Или что-то ещё. За период отношений мы два раза расставались. Да, вы пишете, из-за чего вы расставались, но мой вопрос здесь будет таким. Какой вы вклад относили вы расставались? Затем возобновляли встречу по моей инициативе. А что представляет из себя эта инициатива, что менялось? Понимаете, если люди расстаются, а потом опять сходятся, при этом не вырабатываются каких-то решений по поводу проблемных ситуаций, то, в общем-то, такого человека сложно воспринимать всерьёз. Есть ощущение, что он не отвечает за свои слова и действия. Дальше. Расставание было связано с работой и командировкой молодого человека на неопределённый срок, месяц или год. А что менялось потом? Потому как он объяснял, не хотел меня держать. Ну вы же не пассивной стороной здесь выступали, правильно? И вот сейчас он сказал, что встретил другую женщину. Бывает. Для вас это больно, но для человека это, судя по всему, нормально. Как быстро он идеализирует вас, так же быстро происходит идеализация. Поэтому я и сказал. Это вызывает настороженность. Я всё бы поняла, берёв во внимание факты его расставания ранее, но его поведение со мной выглядело как поведение влюблённого мужчины. Волнение, постоянные поводы для встречи, свободное время мы проводили вместе, инициатива постоянно исходила от него. Мне было ссоры, утром мы обговаривали свидание и говорит, что скучает. Вечером сообщил, что встретил другую и не хочет меня обманывать. Прошёл месяц, мы не общаемся. Такое поведение и вызвал этот диссонанс. Я не могу это объяснить. А зачем это объяснять? Это вопрос ваших ожиданий. И вопрос того, что вы не доверяете себя. Это вопрос того, что вы как бы ответственны за свою безопасность и уверенность, а так же восприятие себя перекладываете на другого человека. Может это такой тип мужчины завоевать и бросить, помогите разобраться. Мы не помогаем разобраться в другом человеке, мы можем помочь разобраться вам в себе. Лечить ваши конфликты, противоречия, страхи, помочь подкорректировать поведение и так далее. Вот. Всё. Другой человек нам за помощью не обращался. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. gt